Словно красивый дракон, монолит китайской колонны проплыл по брусчатке Красной площади. Изысканность и отточенность парадного стиля – дань памяти павшим за нас в ходе Великой Отечественной. 27 миллионов. И погибшим китайцам во Второй мировой. Более 35 миллионов. Быть может поэтому нам больше других. Понятна ценность мира, которую и в наши дни мы готовы поддерживать сообща. Сегодня Россия и Китай начинают активную фазу совместных военно-морских учений в Средиземном море. НАТОвская авиация уже активизировалась в этом районе. Очень болезненно весть восприняли американцы. Типичная здесь ремарка Лос-Анджелес Таймс. Ни у России, ни у Китая нет ни дюйма Средиземноморского побережья. И это делает их идею провести первые совместные флотские учения именно в Средиземном море. Неожиданной и даже провокационной. К слову, у американцев тоже нет ни дюйма Средиземноморского побережья. Но их 6-й флот вот уже 65 лет там на постоянной основе. И все нормально. Никто провокацией это не считает. Ну да ладно. Ни мы, ни китайцы ничего не нарушаем. И оправдываться ни за что не собираемся. Итак, что происходит? Действительно, это наши первые совместные учения в Средиземном море. В ближайшую неделю там действует будет совместная российско-китайская военно-морская группировка. Всего 10 кораблей. От наших друзей 3. Включая 2 суперсовременных ракетных фрегата. Вэй-фан и Линь-и. Российский флот тоже представлен достойно. Среди прочего, 2 больших десантных корабля и уникальный ракетный корабль на воздушной подушке «Самум». Скорость которого по воде за 100 км в час. Впрочем, «Самум» может и на берег вылететь. Объединенный штаб группировки на флагмане Черноморского флота гвардейском ракетном крейсере «Москва». Командир объединенной группировки, капитан 1-го ранга Александр Окунь. Рабочий язык учений русский. На русском докладывают капитаны всех кораблей. На русском обмениваются информации все экипажи. От России старт учением дал замкомандующего ВМФ вице-адмирал Александр Федотенков. От Китая замкомандующего ВМФ Китая вице-адмирал Ду Цзинчэнь. Учение – это поле боя. Цель сегодняшних отработок – повышение нашей боеспособности. Надеюсь, офицеры и матросы двух флотов будут развивать хорошую традицию прошедших трех лет по успешному выполнению задач учений. Желаю всем ярких побед! Адмирал Ду Цзинчэнь напомнил о предыдущих совместных маневрах, что проходили на Востоке – в Желтом, Восточно-Китайском и Японском морях. После тренировок в Средиземном должно стать ясным, что великие морские державы – Россия и Китай – способны совместно действовать уже в любом районе Мирового океана. Любопытно, что инициатива провести учения именно в Средиземном море принадлежит китайцам. Если раньше своего рода принимающей стороной был Китай, то сегодня основное бремя организации учений на России, ведь для наших кораблей европейские воды привычны. Но что отрабатываем? Официальная цель учений – предотвращение новых угроз на море довольно широко. Зато действия конкретные – противодействие атакам с воздуха, с поверхности и под водой. Соответственно, захват целей и их подавление – стрельбы. Важную деталь подмечает китайская пресса. Во время тренировок каждая сторона должна делиться с другой данными своих радиолокационных прицельных комплексов и гидролокаторов. Такие программы тренировок проводятся только между флотами стран с высоким уровнем стратегического доверия. Но что это? Военно-морской альянс? Китайское агентство Синьхуа смеется над подобными оценками и тонко иронизирует, что так могут думать лишь западные сторонники блокового мышления. Мол, судя по себе, Россия и Китай не создают новых блоков и военных союзов, а просто демонстрируют модель отношений, которая должна стать привлекательной и для других. Отсюда и деликатная просьба из Пекина ко всем не увлекаться неправильными трактовками. Но хотят ли Россия и Китай переформатировать мир? Да, хотят. И этого не скрывают. Американская исключительность не очень устраивает. Впрочем, не только лишь наши две страны. Еще очень многих, например, Индию. И в этом все мы настоящие союзники. Общими усилиями процесс идет. Пример – визит в Китай индийского премьера Нарендры Моди. Подробнее из Пекина наш Сапкор Алиса Романова. В этой встрече нет никаких случайных деталей. Место – провинция Шинси, родина председателя Си Цзиньпини. Не в столице иностранного лидера он еще не принимал. Город Сиань. Отсюда начинался Великий Шелковый Путь, пролегавший в том числе через Индию. Здесь же терракотовое войско, 2000 лет охранявшее гробницу первого императора-объединителя. Нарендра Моди явно под впечатлением. А еще пагода диких гусей. Здесь хранятся буддийские реликвии, которые китайский монах привез из Индии в 7 веке. Пример Моди – все эти намеки на связь их древнейших цивилизаций и сигнал на сближение – прекрасно услышал. Гиганты – это не фигуры речи. В Индии и Китае живут 2,5 миллиарда человек. Это больше третье население всей планеты. Если сложить ВВП, обеих стран будет больше 10 триллионов долларов. Поэтому, когда лидеры самых быстро развивающихся экономик мира встречаются, весь мир на них смотрит. Тем более, что мало кто сомневается о 21 столетии – это век Азии. До сих пор сблизиться им мешал территориальный спор. Между Китаем и Индией нет четкой границы. После короткой войны 1962-го районы в Гималаях так и не поделены. Но за последнюю четверть века там не прозвучало ни единого выстрела. И похоже, что для сотрудничества серьезных препятствий сейчас нет. Мы не отрицаем, что между нами есть противоречия, но наши общие интересы куда больше, чем о ним. Мы подтвердили нашу твердую приверженность под намерению поддерживать мир и спокойствие во всем приграничном регионе. Лучше слов – вот это фото. В мировых СМИ его назвали селфи-дипломатией. Спонтанно взять и нарушить протокол – такое китайские лидеры себе еще не позволяли. Склонившись к премьеру Лики Цану, Моди снял их обоих на фоне храма неба в Пекине. Здесь индийскому гостю продемонстрировали урок гимнастики тайчи и йоги. Экономика Индии растет даже быстрее китайской, но стать сборочным цехом для всей планеты, как Китай, Дели, пока только мечтает. Для этого как раз нужны китайские инвестиции. Ну а Китаю интересны рынки IT, фармацевтики, еще космос, туризм, сталелитейная промышленность. Заключены десятки сделок на 22 миллиарда долларов. Затем, как под договорами ставились подписи, и вместе с этим крепло и политическое доверие, следили и в России. В июле лидеры встретятся в Уфе на саммитах ШОС и БРИКС. Индия и Китай участвуют в обоих форматах. Алиса Романова, Павел Костриков, Вести неделя, Пекин. Боя. Цель сегодняшних отработок – повышение нашей боеспособности. Надеюсь, офицеры и матросы двух флотов будут развивать хорошую традицию прошедших трех лет по успешному выполнению задач учений. Желаю всем ярких побед. Спасибо. Если раньше своего рода принимающей стороной был Китай, то сегодня основное бремя организации учений на России. Ведь для наших кораблей европейские воды привычны. Но что отрабатываем? Официальная цель учений – предотвращение новых угроз на море довольно широко. Зато действия конкретные. Противодействие атакам с воздуха, с поверхности и под водой. Соответственно, захват целей и их подавление. Стрельбы. Важную деталь подмечает китайская пресса. Во время тренировок каждая сторона должна делиться с другой данными своих радиолокационных прицельных комплексов и гидролокаторов. Такие войско 2000 лет, охранявшее гробницу первого императора-объединителя. Нарендра Моди явно под впечатлением. А еще пагода диких гусей. Здесь хранятся буддийские реликвии, которые китайский монах привез из Индии в 7 веке. В пример Моди все эти намеки на связь их древнейших цивилизаций и сигнал на сближение прекрасно услышал. Гиганты — это не фигуры речи. В Индии и Китае живут 2,5 миллиарда человек. Это больше третье население всей планеты. Если сложить ВВП, обеих стран будет больше 10 триллионов долларов. Поэтому, когда лидеры самых быстро развивающихся экономик мира встречаются, весь мир на них смотрит. Тем более, что мало кто сомневается, что 21-е столетие — это век Азии. До сих пор сблизиться им мешал территориальный спор. Между Китаем и Индией нет четкой границы. После короткой войны 1962-го районы в Гималаях так и не поделены. Но за последнюю четверть века там не прозвучало ни единого выстрела. И похоже, что для сотрудничества серьезных препятствий сейчас нет. Мы не отрицаем, что между нами есть противоречия. Но наши общие интересы куда больше, чем о ним. Мы подтвердили нашу твердую приверженность под намерению поддерживать мир и спокойствие во всем приграничном регионе. Лучше слов, вот это фото. В мировых СМИ его назвали селфи-дипломат. Программа тренировок проводится только между флотами стран с высоким уровнем стратегического доверия. Но что это? Военно-морской альянс? Китайское агентство Синьхуа смеется над подобными оценками и тонко иронизирует, что так могут думать лишь западные сторонники блокового мышления. Мол, судя по себе, Россия и Китай не создают новых блоков и военных союзов, а просто демонстрируют модель отношений, которая должна стать привлекательной и для других. Отсюда и деликатная просьба из Пекина ко всем не увлекаться неправильными трактовками. Но хотят ли Россия и Китай переформатировать мир? Да, хотят. И этого не скрывают. Американская исключительность не очень устраивает. Впрочем, не только лишь наши две страны. Еще очень многих, например, Индию. И в этом все мы настоящие союзники. Общими усилиями процесс идет. Пример – визит в Китай индийского премьера Нарен Ремоди. Подробнее из Пекина наш Сапкор Алиса Романова. В этой встрече нет никаких случайных деталей. Место – провинция Шинси, родина председателя Си Цзиньпини. Не в столице иностранного лидера он еще не принимал. Город Сиань. Отсюда начинался великий шелковый путь, пролегавший в том числе через Индию. Здесь же Терракотовы... Это не считает. Ну да ладно, ни мы, ни китайцы ничего не нарушаем. И оправдываться ни за что не собираемся. Итак, что происходит? Действительно, это наши первые совместные учения в Средиземном море. В ближайшую неделю там действует будет совместная российско-китайская военно-морская группировка. Всего 10 кораблей. От наших друзей – три. Включая два суперсовременных ракетных фрегата. Вэй-Фан и Линь-И. Российский флот тоже представлен достойно. Среди прочего, два больших десантных корабля и уникальный ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», скорость которого по воде за 100 км в час. Впрочем, «Самум» может и на берег вылететь. Объединенный штаб группировки на флагмане Черноморского флота гвардейском ракетном крейсере «Москва». Командир объединенной группировки, капитан первого ранга Александр Окунь. Рабочий язык учений – русский. На русском докладывают капитаны всех кораблей, на русском обмениваются информации все экипажи. От России старт учением дал замкомандующего ВМФ, вице-адмирал Александр Федотенков. От Китая замкомандующего ВМФ Китая, вице-адмирал Ду Цзинчэнь. Учение – это поле... Словно красивый дракон, монолит китайской колонны проплыл по брусчатке Красной площади. Изысканность и отточенность парадного стиля – дань памяти павшим за нас в ходе Великой Отечественной. 27 миллионов. И погибшим китайцам во Второй мировой – более 35 миллионов. Быть может, поэтому нам больше других понятна ценность мира, который и в наши дни мы готовы поддерживать сообща. Сегодня Россия и Китай начинают активную фазу совместных военно-морских учений в Средиземном море. НАТОвская авиация уже активизировалась в этом районе. Очень болезненно весть восприняли американцы. Типичная здесь ремарка Лос-Анджелес Таймс. Ни у России, ни у Китая нет ни дюйма Средиземноморского побережья. И это делает их идею провести первые совместные флотские учения именно в Средиземном море. Неожиданной и даже провокационной. К слову, у американцев тоже нет ни дюйма Средиземноморского побережья. Но их 6-й флот, вот уже 65 лет, там на постоянной основе. И все нормально. Никто провокации...